Пусть вам мечтаются красивые идеи, Пусть мысли исцеления окружат, Пусть будут в сердце вашему стремления, Которые до Бога долетят, И пусть от них сгорает скверно, Счастливой сложится судьба, Пусть очищается пространство для лучшей жизни, Здесь и навсегда. 26 декабря, день Евстратия. Сегодня напоминают святых мучеников Евстратия, Авглесентия, Евгения, Мордария и Ореста. Во время гонения на христиан они проявили стойкость и не поклонились идолам. Первое мучение принял Авгсентий. Военачальник Евстратий увидел, с какой выдержкой и стойкостью Арестованный переносит страдания и объявил себя христианином. Далее о вере во Христа завел молодой воин арест и простолюдин Мордарий, После чего все они были приговорены к смерти. В народе верили, что начиная со дня Евстрата, Надо наблюдать за погодой в течение 12 дней. И каждый из этих дней будет показывать, Какая погода будет в каждом месяце следующего года. Считалось, что сегодня ведьмы собираются на шабаш И советуются между собой, как похитить солнце. Сегодня не сквернословили, чтобы ведьма на голову с неба не упала. Не оставляли у входа веник, чтобы нечистая сила его не утащила. Этот веник она могла использовать для поднятия снежных вихрей, Которые заметут солнце. Что касается ведьм, то в народе их изображали в виде старых и толстых баб С растрепанными седыми волосами и длинными костлявыми руками. Верили, что ведьма может оборачиваться кошкой, кобылой, Безругой коровой, змеей, курицей, собакой. Могла она стать и неодушевленным предметом, Например, иглой, глубком, копной сено, качащейся бочкой. При этом каждая ведьма могла принять 12 обличий. Ведьмы могли летать на метле, на лопате или другой утвари, Связанной с печью, так как они колдовали перед огнем. Если опрокинуть ухват печи, то ведьма не сможет колдовать. Если печную заслонку наоборот повернуть, Ведьма не сможет отыскать свой дом. Были и ворожеи. Они могли принимать вид птицы, дыма или вихря. По поведению вихря судили о том, рядом она или нет. Дым из трубы дома, где жила ворожея, никогда не был спокойным. Он всегда вертелся клубами, вне зависимости от погоды. Сегодня проводили различные обряды, чтобы расстроить козни злых духов. Приметы. Сегодня не впрягали в сани белую лошадь. Опасались, что так в дом можно покойника привезти. Предлагаю средство из кожуры свежего лимона. Обычно кожуру мы выбрасываем, но там содержатся самые эффективные вещества и фитонциды, которые подавляют развитие болезнетворных бактерий, особенно при ангине. Поступаем следующим образом. Берем кожуру свежего лимона, мелко перемалываем или натираем на терке. И делаем такой рецепт. Примерно на одну столовую ложку перемолотой кожуры лимона. Добавляем одну чайную ложечку мёда. Всё это тщательно перемешиваем. И в течение дня используем следующим образом. По одной чайной ложке этой смеси мы с вами через каждые два часа рассасываем. Ангина начинает отступать. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовётся и всех людей даётся. Шелестят конфет-отбёртки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись на ровно. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он ватарки раздаёт. Радостью любовь ласёт, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебства мы жадно ждём. И почёканье бокалом, хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись на ровно. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он ватарки раздаёт. Радостью любовь ласёт, это Новый, Новый год. Веселись, 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 веселись на ровно. Наступает, наступает Новый, Новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова